Всем привет, меня зовут Даша, и уж больно меня давно не было на канале, и я надеюсь, что сейчас видео будут выходить в прежнем формате, я не буду настолько долго пропадать, но сейчас я хочу вам показать, что же я вяжу, и все вещи, которые я вяжу сейчас, они такие для более холодного, прохладного времени, но я уже готовлюсь к осени, вовсю можно и сказать и так. Первое, что я, наверное, покажу, я после того, как связала Лизе кардиган из шестиугольников, очень-очень хотела себе такой зам, но вот так вот получилось, что я вяжу его не из хлопка, а из вот такой пряжи. Я один моток такой пряжи купила уже очень-очень давно, наверное, даже года полтора назад, и он лежал у меня все это время, ждал своего часа, и вот дождался. Я начала вязать, и на таком примерной этапе одна часть у меня почти готова, но единственный момент, у меня осталось вот столько пряжи, а вязать еще, ну, достаточно много, и вот этот моток, он был в магазине последний. Я не знаю, я надеюсь, мне хватит этого, просто если докупать еще один, то ее тоже останется, как я предполагаю. А вот этого вот, я очень надеюсь, что хватит, ну, или хотя бы я обвяжу какой-то другой пряжей, там, может быть, рукава, вот как я Лизе обвязывала полностью весь кардиган и рукава, может быть, я обвяжу каким-нибудь другим цветом, какой-нибудь другой пряжей. А пока вот на таком этапе пряжа у меня Ализе, Ангора Голд Батик, цвет 1895, и тут в 100 граммах 550 метров. Получается немножечко так, конечно, в дырочку, вот, я что-то не вижу перед собой крючок, которым я вяжу, поэтому не могу сказать. Каким крючком я вяжу? Сама, потому что не помню. Следующее, наверное, что я вам покажу, я вяжу сейчас свитер. Вообще, это подразумевалось изначально, что это будет жилетка, но я начала вязать, и как-то вот по ощущениям, ну, свитер нужен, вот. Это у меня передняя часть, спинку я уже связала. Как-то немножечко странно на камере выглядит, но тем не менее, вот. И у меня вот столько пряжи, и вот столько. И я думаю, что мне хватит на все, поэтому пока вяжу. И самое последнее, это кофточка. Я на Пинтересте вдохновилась одной вещичкой, очень хочется связать что-то похожее, там, скорее всего, это машинная вязка, вот. Но, тем не менее, я первый раз вяжу каким-то узором, потому что раньше я вязала либо лицевой гладью, либо резинкой. А сейчас вот, решилась. И вот так вот у меня получается. Интересненько, мне самой нравится, это очень прикольно. Ну что, пойдемте вязать. В этот момент, я распускаю уже почти готовый кардиган, только потому, что мне не хватило чуть-чуть пряжи на рукава, и я решила сделать его поменьше. Но, чтобы рукава были подлиннее, мне хватило пряжи, которая у меня есть. Грустно. Я почти закончила. Я довязываю сейчас рукава. У меня осталось совсем чуть-чуть пряжи. И вообще, я вчера вязала весь день абсолютно. Довязала. И поняла, что у меня пряжи не хватает совсем чуть-чуть на рукава, и мне нужно распустить вот тут вот по ряду с каждой стороны, чтобы мне хватило. Да, и распустила. Да, и перевязала. И еще у меня оставалось немножко пряжи. Вот такой вот. Я ее в сумке использовала из остатков, когда сумку вязала с трикотажной пряжей. Вот. И в принципе, выглядит, ну, здорово. Я считаю. Сейчас я довяжу рукава. У меня осталось. Ну вот. Чуть-чуть. И еще провяжу вот этой вот пряжей обводку. Ну, в принципе, мне очень нравится. Мне кажется, здорово. Какого-то непонятного характера движения у меня за окном происходит. Я надеюсь, что вам это не слышно. И уже прошло несколько дней, как я связала кардиганчик. Вот. И сегодня я буду продолжать вязать свитер. Я решила, что я в следующем продолжу вязать свитер, потому что я заходила за пряжей в магазин. Этот магазин был именно в тот день закрыт. Да. Поэтому пока не знаю, на какое время откладывается вязание серой кофты, я буду вязать свитер черный. Вот. На таком у меня этапе пока что. Почему-то на камере так странно выглядит. Ну, ладно. Я думаю, что нормально все. Ну, в принципе, это просто лицевая гладь. Я просто вяжу части. А потом я, наверное, буду из проймы вязать рукава. потому что я так не люблю сшивать ничего. Пойду вязать. Конечно, у этой пряжи есть такой прям большой, огромный минус. К ней все липнет. Абсолютно все. И я не знаю, как я буду носить этот свитер, потому что у меня постоянно выпадают волосы, и все волосы прилипают к этой пряже. Я уже заколебалась волосы от нее убирать. Это трэш. И я не говорила, что за пряжа, потому что я сама не помню. Я выкинула все этикетки, все обозначения, что это за пряжа. Но я могу сказать, что она похожа по структуре на ализософте. Куда кидают? Типа он кинул, кинул, не дважды. Ну, думаю, тут осталось, где-то он китает. Он не боится. Пократно, что он. Нет, ты был далеко. Увы, это. Нет, конечно. Я видела. Быв, ты ударилась головой и все смешалось. Я не слепая. И что же ты видела? Ты остановил фургон, оттолкнул рукой. Никто тебе не поверит. Смотрю еще сумерки. Первый раз в своей жизни. Знаете, что я увидела? Плед, блин, из бабушкиных квадратов. Офигеть. Ты меня преследуешь? Ты в моей резервации. Катаешься? Точно нет. Спасибо. Да, там тебе были компания. Меня парень слинял. Какой парень? Она позвала Эдварда. Из вежливости. Очень мило, что позвала. Если бы ты не смог починить майки, я бы ответила. Но только получив благословение твоего отца, я бы встал на одно колено. И тут мне в голову пришла просто великолепнейшая идея покрасить волосы. Ладно, на самом деле мне достаточно сложно себя ощущать с такими волосами. И я очень давно хотела покраситься обратно в красный. Но осветлять для этого волосы я не очень хотела. Поэтому я просто взяла краску и решила попробовать покрасить уже на то, что у меня уже имеется. Знаете, я безумно обожаю этот момент, когда после покраски моешь голову и волосы такие приятные, такие рассыпчатые. Ну, потому что у меня волосы пористые и вообще такие достаточно сложные. И вот это вообще ну что, ну что за цвет, боже. Я вообще, я в восторге. Я рада. Мне понравилось очень. Вот. Спасибо Кате, что отдала мне свою краску. Короче, давайте перейдем к делу. До того, как начать краситься, я связала. ничего не понятно, да, я знаю, но скоро будет. Мне осталось связать рукава и у меня ушло меньше пряжи, чем я думала, что уйдет. И осталось еще достаточно много. Я посмотрю, когда закончу связать рукава. Может быть, мне там хватит, я не знаю, на капюшон это будет худи. Не знаю, посмотрим. Друзья, это видео выходит в день туризма. У меня профессиональный праздник, и каждый год наша кафедра устраивает интересные мероприятия, которые мы посещаем. И вот в этом году мы ездили за город, и у нас была такая интересная движуха. А это сегодня мой фотограф.